МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии РТН работает Алмат Сулейменов и коротко о главных темах выпуска. За ненадлежащий внешний вид зданий в Кустанае начнут наказывать собственников. За это им грозит штраф в размере от 75 тысяч тенге до 150 тысяч тенге. Алия Досмагомбетова с подробностями. Действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Кустанайские полицейские расследуют дело. По их данным, насилие совершили трое детей. В Кустанай устанавливают охранные доски на 46 памятниках истории и культуры. На это выделили почти 2 миллиона тенге из областного бюджета. Алина Альмишева продолжит тему. За ненадлежащий внешний вид зданий в Кустанае будут наказывать собственников. За это им грозит штраф до 150 тысяч тенге. Об этом сегодня говорили на аппаратном совещании в городском Акимате. С начала года было составлено более 200 протоколов за это нарушение. Алия Досмагомбетова с подробностями. Согласно правилам благоустройства, хозяева зданий в городе должны проводить свои временные работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов. Сотрудники отдела архитектуры и местной полицейской службы ведут постоянные мониторинги, выдают рекомендации о приведении объекта в надлежащий вид. С начала года было составлено более 200 протоколов. В отделе архитектуры отмечают, что зачастую люди с пониманием относятся к замечаниям и стараются их устранить. Но есть и те, кто никак не реагирует. Для них предусмотрены штрафы от 75 до 150 тысяч в тенге. По двум объектам, а это оптово-розничный центр по проспекту Абая-210, в здании на пересечении проспекта Абая-322, улица Лермонтова, владельцы на замечания и рекомендации не отреагировали. Поэтому материалы направлены в местную полицейскую службу. Они привлечены к административной ответственности. Также материалы направлены в департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области для проверки на предмет использования земельного участка по целевому назначению. Предписание о ненадлежащем внешнем виде здания было также направлено собственнику магазина, который находится по улице Алтанцарина. По словам Гульсары Курман-Галиевой, ступеньки, ведущие к входу, уже в полуразрушенном состоянии. Хозяин же утверждает, что крыльцо принадлежит государству. Однако, по сведениям Единого государственного кадастра недвижимости, земельный участок находится в частной собственности. Торговый центр не признавал свою входную группу, да? Вообще нонсенс. Если это городская, надо будет тогда забрать территорию ЖКХ, отдать, снесем мы это крыльцо, там цветы посадим. Я посмотрю, как они будут потом пользоваться этим всем. Вот это у них наклеено, вот это все. Это возле рынка же зеленого, да? Недалеко. Вот заставьте их, вот просто принципиально, чтобы они привели свое здание в порядок. Также, согласно правилам, на каждой строительной площадке должны быть предусмотрены мойки для колес большегрузных машин. С начала года было оштрафовано 26 водителей, которые выезжали со стройплощадки с грязными колесами. Глава города Мараджан Дубаев дал поручение полиции штрафовать теперь не водителей, а застройщиков. Особое внимание сегодня уделяется и состоянию рекламных конструкций. Всего в городе 230 в ходе проверок было выявлено 60 конструкций с различными нарушениями, а 15 и вовсе незаконно установлены на земельных участках. Сейчас ведутся судебные разбирательства. По итогам судебных заседаний будет проведена работа по демонтажу незаконно установленных на земельных участках рекламных конструкций. Рекламная конструкция расположена на перекрестке улиц Леонида Беды, Летунова. Рекламная конструкция должна быть демонтирована в связи с вступившим с судебным актом в законную силу, в котором отказ Акимата в продлении договора аренды был признан законным. Собственник обязан демонтировать вышеуказанную конструкцию незамедлительно. Гульсара Курман Галиева отмечает, что если рекламная конструкция в ненадлежащем виде, Акимат вправе отказать в продлении срока аренды земельного участка. Ужаси Синжигитов, Виктор Ваташко, Алия Десмагомбетова, РТН. Почти на две недели жители Кустаная останутся без горячей воды. Причина тому – ремонтные работы на газопроводе Карталы-Рудный. По информации Кустанайской теплокомпании, с 1 по 13 августа на их предприятии прекратится подача газа, и поэтому на этот срок КТЭК не сможет подавать в город горячую воду. В этот период теплокомпания планирует провести опрессовку теплосетей, которую обычно они проводят в начале осени. К другим темам. Уголовное дело по факту насилия над пятилетней жительницей Кустаная расследуется полицией. Эту информацию сообщила уполномоченный по правам ребенка по Кустанайской области, который оказывает помощь семье потерпевшей. Подтверждается информация о том, что преступление совершено группой несовершеннолетних, которые не могут быть привлечены к ответственности. О том, какие меры принимаются для поддержки пострадавшей и кто и каким образом сможет быть наказан в нашем следующем материале. Информация о преступлении, совершенном в отношении пятилетней девочки, живущей в районе, называемом вторым Кустанаем, на днях появилась в местных группах в одном из интернет-мессенджеров. Сообщала, что мама потерпевшей просит помощи в поисках и найме адвоката, который подскажет, как им действовать при расследовании обстоятельств произошедшего. Сообщала, что насилие было совершено группой несовершеннолетних. Уполномоченная по праву ребенка по Кустанайской области также была оповещена об опиевшем случае. Трое несовершеннолетних мальчиков, к сожалению, у них не настала уголовная ответственность. Им до 14 лет они помещены. У нас сейчас центр поддержки детей. Все три мальчика с неблагополучных семей. Один из детей, вот из этих мальчиков, он уже имеет справку по ПМПК. Он уже находился в этом центре поддержки детей. Другому мальчику вообще 8 лет. По словам Несибили Басенова, к делу уже подключены все необходимые службы. В первую очередь, это медицинская. Пострадавшему ребенку необходима квалифицированная психологическая помощь. Расследованием обстоятельств и определением вины в произошедшем родителе всех участников инцидента занимается Кустанайская полиция. Здесь вопросов, конечно, очень много к родителям. И трех мальчиков, и этой девочке тоже. Потому что ребенку всего 5 лет. Почему в течение определенного времени ребенок находился вне поля зрения родителей. Уголовное дело зарегистрировано. Материалы о привлечении родителей к ответственности по статье 127 КУАП собраны и направлены в Кустанайский международный суд по делам несовершеннолетних. Предполагается, что дело будет рассмотрено в ближайшие дни. И, скорее всего, по словам уполномоченной по правам ребенка, будет решаться вопрос о лишении родителей подростков, которые совершили насильственные действия, прав на их воспитание. Детский омбудсмен заявляет, что в расследовании обстоятельств совершения преступления и устранении его последствий задействованы все заинтересованные государственные органы, которые оказывают помощь потерпевшей стороне. Дело находится на контроле прокуратуры. Алексей Коснов, Валерий Тощев, Виталий Луговской, РТН. Подпольное казино, цех по производству кустарного алкоголя, факты торговли безакцизной табачной продукцией, выявлены в этом году на территории Кустанайской области. О результатах работы по противодействию теневой экономике за полгода рассказали представители регионального департамента по расследованию экономических преступлений. Сотрудники ведомства отмечают, что противодействуя теневикам, они защищают не только интересы государства, но и добросовестных предпринимателей. О результатах деятельности по расследованию правонарушений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, выпиской фиктивных счетов фактур по противодействию финансовым пирамидам, незаконному игорному бизнесу, обороту алкоголя, табака, рассказали сотрудники соответствующего подразделения Кустанайского департамента госдоходов. Вышеназванные преступления составляют большую часть сферы теневой экономики. Люди, которые их совершают, получают незаконные доходы. Эти субъекты никак нельзя отнести к предпринимателям. Они не платят налоги и не исполняют социальные обязательства. В настоящее время наши ведомства в лице Центрального аппарата и его территориального департамента принимают меры по защите добросовестного бизнеса и борьбе с теневиками. Кустанайская область, согласно сведениям, Бюро национальной статистики находится на втором месте в республике по потреблению алкоголя. В том числе и поэтому, по мнению сотрудников ДЭР, особую опасность представляют подпольные цеха по изготовлению контрафактной продукции, употребление которой угрожает жизни и здоровью населения. О прекращении деятельности одного из них недавно сообщалось. Тогда было изъято более 8,5 тысяч бутылок суррогатного алкоголя стоимостью в 9 миллионов тенге, свыше тысячи литров спирта, а также поддельные учётно-контрольные марки. Начатое судебное расследование по факту незаконно-предпринимательской деятельности связано с незаконным оборотом табачной продукции без средств идентификации на территории города Кустанай. Возбуждено 5 уголовных дел. В результате обысков в местах хранения и реализации обнаружена изъята табачная продукция различных марок иностранного происхождения без акцизных марок в республике Казахстан на сумму 220 миллионов тенге. Торговавшие безакцизными сигаретами люди наказаны судом. Их товар был уничтожен. Сейчас сотрудники ведомства стараются выявить и пресечь факты ввоза в регион вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Кроме того, они работают над искоренением зависимости от азартных игр. Ликвидировано подпольное казино. В ходе оперативного мероприятия изъяты фишки, игральные карты и денежные средства. Установлено, что незаконное игорное заведение функционировало в здании частной сауны. Для прикрытия противоправной деятельности организаторы казино придумывали целую систему безопасности, а клиентская база состояла только из проверенных игроков. Всего, по данным сотрудников ДЭР, таких игроков в базе числилось более трех десятков человек. Каждый из них за участие в играх приносил в подпольное казино. За раз как минимум 100 тысяч тенге. Виктор Ваташко, Наталья Луговская, РТН. Факты гибели двух жительниц Кустанайской области подтвердили в полиции региона. Одна из них была убита, вторая упала с большой высоты. Подробнее об этом, а также об инциденте в одной из кустанайских кофеин, в котором, по данным свидетелей, участвовали два человека, причастных к областной федерации бокса, в нашей рубрике «Коротко». Информацию о совершении убийства в Кустанайской области подтвердили в полиции региона. 20 июля во дворе дома на улице Карла Марса в поселке Кушмуруно у Ликольского района было обнаружено тело местной жительницы с ножевыми ранениями в области шеи. Муж погибший рассказал полицейским, что был в доме, когда услышал крик жены. Мужчина выбежал на улицу и вступил в схватку с нападавшим, который также получил ранение. По данным сотрудников областного полицейского департамента, по подозрению в совершении убийства женщины задержан 29-летний мужчина. Он во дворе он в изоляторе ревного содержания. Проводится расследование. По информации, которую мы получили от жителей поселка, задержанный является их односельчанином. Женщина погибла при падении с высоты в Кустанай. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Известно, что 25-летняя женщина была в квартире дома, расположенного на улице Быковского, с двумя маленькими детьми в возрасте 7 лет и 1 месяца. Ее муж в это время был в отъезде. Падение произошло около 10 часов 28 июля. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по факту обнаружения тела начато досудебное расследование. В настоящее время в целях обеспечения его полноты и объективности проводятся необходимые следственные действия. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, произошедший в одной из кустанайских кофейн, распространяется в социальных сетях. Согласно сопровождающей его информации, 20 июля двое мужчин, которые называются тренерами по боксу, напали в кафе на бармена. Изначально они позволили себе нецензурную брань в адрес сотрудника заведения, и в итоге один из агрессоров схватил молодого человека за одежду и ударил кулаком по лицу. В комментариях к ролику пользователи соцсетей требуют расследования обстоятельств инцидента и справедливого наказания для нападавших. Управление физической культуры и спорта Кустанайской области комментируя публикацию, сообщило, что создается рабочая группа совместно с областной федерацией бокса, и данный инцидент будет рассмотрен в ближайшем заседании Совета по спорту. В департаменте полиции отметили, что рассматривается вопрос о привлечении участников конфликта к ответственности. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство. Процессуальное решение может принять только суд. По данной статье административного кодекса предусматривается наказание в виде ареста на срок от 5 до 15 суток, либо штраф в размере 20 месячных расчетных показателей. Это почти 74 тысячи тенге. Продолжаем выпуск. Молодые люди стали меньше проявлять интерес к государственным программам трудоустройства, первое рабочее место и молодежная практика. Об этом сообщил руководитель Кустанайского карьерного центра. Связывают это с тем, что студенты после получения диплома сначала ищут работу самостоятельно и только после обращаются в центр за помощью. Например, при плане 100 человек по направлению молодежная практика трудоустроено сегодня только 58. Мои коллеги продолжат тему. В этом году в Кустанайе планируется создать 666 новых рабочих мест. На сегодня, по данным карьерного центра, уже создано 514 или 77% от плана. Однако по некоторым программам трудоустройства есть проблемы. Например, по проекту молодежная практика при плане 100 человек трудоустроено всего 58. А по программе «Первое рабочее место» сейчас работает 43 человека. При плане 70. Это связано с сезонностью приема и исполнения этих проектов, так как студенты, получившие диплом только в июне-юле месяце, сейчас именно проявляют интерес к этим проектам. Контракт поколений, план создания 8 рабочих мест, фактически создано одно рабочее место. И социально рабочее место для лиц с инвалидностью будет исполнено до конца текущего года. Помимо этого, для трудоустройства предусмотрено еще и микрокредитование молодежи. Это льготные гранты на развитие своих стартапов и бизнес-идей. Государство выдает по 5 миллионов тенге на реализацию. По задумке, благодаря этому проекту в городе должны появиться 60 рабочих мест. Для реализации этой программы город уже готов. Однако они ждут информации из республики. Именно там дают старт приема заявлений. Когда это будет, пока неизвестно. В карьерном центре отмечают, что из-за этого есть риск неисполнения. 5 минут для молодого человека, я думаю, неплохо. Новые стартапы – это завтра новые объекты. Я, наверное, уже говорил на прошлой аппаратке, у нас просто-напросто малый бизнес, вот именно ИПшники, количество их увеличилось просто с геометрической прогрессией. Если было за столько лет, вот было 6 тысяч, если не ошибаюсь, например, в прошлом году 6 тысяч там с цифрой 138, что ли, только в этом году за один год 8 тысяч 300. Ну, я считал, там примерно 2 тысячи плюс ИПшников. По словам руководителя карьерного центра Кустаная, по всем проектам показатели они обещают довести до максимума к концу года. Глава города отметил, что бюджетные средства, которые предусмотрены на субсидированные рабочие места, должны быть освоены, поэтому поручил ускорить работу. Улжасий Синжигитов, Алия Дасмагомбетова, РТН. Охранные таблички установят на 46 памятниках истории и культуры в Кустанае. На этих табличках есть небольшая информация о биографии здания, его виде, а самое главное о том, что оно находится под охраной государства. На это выделили почти 2 миллиона тенге из областного бюджета. Алина Альмешева с подробностями. Кустанайский областной русский драматический театр – один из старейших театров Казахстана. До 1922 года здесь был кинотеатр «Фурор». Его построили еще в начале 19 века. С тех пор как внутри, так и снаружи здание многое изменилось, ведь его почти полностью реконструировали. Сегодня на углу театра расположилась табличка, где любой желающий может немного узнать о биографии этого исторического памятника. Великолепно. Отношусь, как любой нормальный человек, потому что очень много людей проходит. И если они прочитают, то будут знать немножко больше истории о нашем. Ведь история каждого здания – это история Кустаная. Поэтому… А это вот как раз тоже частичка истории. Только здесь, на улице. Люди прочитали про это. Зашли внутрь театра на спектакль, посмотрели наш музей, посмотрели спектакль. То есть, ну, это мы просто восполняем те, где-то недостающие знания. Всего на территории Кустаная находится 46 исторических и культурных памятников. На 32 появятся на стены охранные доски, а возле 14 объектов установят таблички на стойке. По правилам, здесь должна быть краткая информация о биографии здания, в виде строения и в чем заключается его историческая ценность. А также то, что данный объект находится под охраной государства. Данные таблички были утверждены в 2023 году на заседании комиссии по охране памятников Кустанайской области. Специально были сделаны эскизы согласно правил вывешивания охранных досок. Мы все-таки изготовили настенные, чтобы она была практична. Здесь, видите, сколько проходимость большая. Здесь вандализм прям на каждом, можно быть, шагу. Бегболату Алиев также рассказал, что эта практика не новая, и такие таблички устанавливают в каждом городе нашей страны. Они могли появиться еще раньше. Однако до этого момента не хватало финансирования. Уже сегодня, помимо драмтеатра, доски появились на здании художественной школы имени Никифорова, областном управлении культуры, а также городской мечети. Мы решили узнать у прохожих, читают и интересуются ли они этими табличками. Вот тут на мечети вроде бы была такая табличка, я наводила, читала. Мне кажется, это очень нужная информация. Даже не каждый будет гуглить историю города. Мне кажется, это полезно. Особенно молодежи, которые быстро навел телефон, быстро это все сделал, прочитал. Это супер идея. Я вообще в этой мечети был. Мы ходили сюда на уроки, занимались. Ну так я табличку первый раз вижу. У некоторых плохое зрение, и они не видят отсюда эту табличку, потому что она маленькая, и текст, соответственно, тоже. Естественно, я думаю, лучше, чтобы люди знали об этом, конечно. Потому что у нас дети нечитающие, ну и взрослые большинство тоже. Поэтому здорово, что хотя бы они надписи прочитать. Желательно покрупнее, они все, наверное, так хорошо видят. Охранные доски изготовили в Алматы, а на их создание из областного бюджета выделили почти 2 миллиона тенге. К концу лета горожане и гости города смогут ознакомиться со всеми информ-табличками. Хамза Нурпийцев, Алина Альмишева, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.